добрый день дорогие друзья вы на канале джонни кэтсел и любители американских крейсеров в ликуйте ведь грядущем обновлении вы сможете построить на верфи замечательный крейсер восьмого уровня encourage механика верфи вам должна быть уже знакома так как вы строили граф шпей и один корабль мне действительно понравился и он очень сильно не похож на типичные американские крейсера восьмого уровня зато любители михаила кутузова должны оценить этот кораблик по реально по достоинству потому что у него есть схожие моменты как и у советского крейсера который уже купить нельзя давайте посмотрим что это такое с чем уйдят и начнем мы с бронирования сравнивать мы будем encourage конечно же с балтимором с прямым его конкурентом на восьмом уровне ветки сша но корабли крайне сильно не похожи друг на друга защищенностью все в порядке у нашего новичка потому что у нас нос и палуба 27 миллиметров также каземат бронепояс каземата 27 это означает что вы можете танковать калибры 380 миллиметров рикошетами которыми обладают половина линкоров на восьмом уровне то есть защищенность здесь на уровне балтимора и хипера все в порядке цитадель у вас конечно же торчит 152 миллиметра прикрывает бронелист и борта не ставим иначе это будет фатально но защищенностью все порядке у этого крейсера живучесть сорок одна тысяча восемьсот птс 16 процентов вот самая главная изюминка этого крейсера это его артиллерия ведь вы получаете феноменальный рекордный залп на восьмом уровне ведь у вас целых двенадцать орудий калибром 203 миллиметра перед такой мощью не не устоит ни один зазевавшийся крейсер который подставит борт потому что орудия бьют очень точно бэбэшки имеют фирменные американские льготные углы и реально вы спокойно можете оплавинить своего противника или вообще его отправить ваншотом в порт действительно мощь орудий хороша но как говорится не все коту масленица и за такой феноменальный вес залпа приходится расплачиваться довольно долгим временем перезарядки здесь у вас 15 с половиной секунды то есть это много залп вы делаете редко у балтимора например 10 секунд но все равно пушек у вас много второй негативный момент это максимальный урон бэбэшка у вас он 4 600 а у балтимора был целых 5000 баллистика здесь американская классическая но к ней можно привыкнуть фугас кстати неплохо работает по врагам 18 шанс на поджог процентов с взрывотехникам ну и пробитие 34 миллиметра орудия очень прикольные самое главное что они точные второе из вторая изюминка этого крейсера и опять же это не свойственно американским кораблям это торпеды причем не какие-то там слабенькие рыбки у вас такие торпеды которым позавидуют почти все эсминцы на восьмом уровне дальность хода 10,5 километров заметность 1,4 и самое главное у них максимальный урон 19 033 очень опасные рыбки вы имеете два торпедных аппарата то есть по одному на борт и можете скинуть 4 торпеды они отлично зайдут для прораспамливания дымов потому что зазевавшиеся эсминцы их обязательно словят или это будет отличным козырем в рукаве когда вы пойдете пикировать на линкор а вот с по здесь не все так хорошо в отличие от большинства американцев у вас она слабенькая урон по его дальнего действия 97 дальней стрельбы 5 и 8 средней ауры вообще нет урон по ближней действия 235 но он долбит всего лишь на 24 километра жалких 4 разрыв залп и отсутствие заградки как следствие вы для авианосцев не опасны маневренность еще одна интересная черта этого корабля так как балтимор играется больше от стояния носом но вы это делать не обязаны и вам это не нужно потому что дпм у вас из двух передних башен плохое ввиду ввиду долгой перезарядки поэтому этот корабль играется от маневра чтобы подставлять полуборта и стрелять сразу из 12 пушек это будет его отличием от балтимора максимальная скорость хода с флажком 34 и 60 узлов время перекладки с модеркой 9 секунд в принципе это нормально поэтому кораблик себя чувствует на маневре достаточно комфортно ну и маскировка в топовой прокачке 10 из 7 самое главное запомните заметность после выстрела гк в домах в 8 километров это важно а вот теперь самое главное отличие от большинства других американцев это набор снаряжения у вас нету заградительного огня но есть габ истребитель или корректировщик я вам советую кататься с гидроакустическим поиском либо истребителем потому что пв у вас слабое а вот вторая главная изюминка это дымогенератор и это этим вы реально можете похвастаться потому что это фирменный американский дым работает долго время рассеивания дымов 104 секунды и он позволит вам в открытой воде если на вас прут толпа прет толпа противников то где-то в 12 или 14 метров от противника смело ставьте дым и расстреливать его из своих ваших 12 пушек супер интендантом у вас будет три заряда дымов но единственный негативный момент они долго перезаряжаются но в любом случае это как раз таки тот момент который схож с кутузовым потому что и у него и у вас есть дым набор модернизации на экране здесь я советую взять орудий главный калибр модификации 2 в третий слот так как у вас пушки достаточно долго крутится и вам придется все пять все четыре башни вовремя с борта на борт перекладывать во второй слот модификацию на рлс брать не нужно потому что в отличие от американцев остальных у вас вообще нету рлс ки поэтому для эсминцев вы не опасны для века вы тоже из-за плохого пво и отсутствие заградки не представляете серьезные угрозы четвертый слот ролевые машины ну и в 5 естественно инвиз а вот перки командира я бы выбрал таким образом здесь мы берем приоритетную цель потом отчаянный супер интендант обязательно что было три заряда дыма 4 гапа и конечно же когда вы будете ставить дым то прожимаете гидроакустический поиск чтобы не словить торпеды в дымах и инвиз на оставшиеся очки умения советую взять вам взрывотехника поворот башен и можно рассмотреть мастер на все руки так как дымы перезаряжаются долго и без них конечно вас могут легко убить а когда дым у вас будет это в любом случае дополнительная защищенность и чтобы они вас в нужный момент ну работали то берем мастер на все руки собственно такой корабль мы собираем и идем в рандом где он прокомментирует действие свои ощущения от этого корабля и вообще стоит ли его конечно же качать едем дальше попал я на карту соседи против шестерок то есть мы в топе списка и так инкарадж как лучше всего на нем играть первым делом я вам не рекомендую ломиться на точке у вас нет рлс ки при этом его плохой и авианосец вас легко заберет а эсминцев из домов не выгоните то есть смысла нет корабль играется именно от маневра что не свойственно многим американцам и самое главное это вот где-то держаться на средней линии просто ловить бортоходов то есть зазевавшихся крейсеров и смело лупить по ним бэбэшками они заходят вообще на ура крейсерам и самое главное на дистанции примерно до 12 километров они вообще легко им пробивают цитадельки но если стрелять на более дальнюю дистанцию то они начинают ложиться не в цитадель а в палубу и из-за этого вы ее не пробьете держимся средней линии уходим в открытую воду и не забываем что у нас есть дым то есть если на вас лезет толпа противников где-то 14-12 километров то жмем этот расходник и просто безнаказанно набиваем урон именно из дымов но не забывайте то что у вас заметность 8 километров из них поэтому не ошибайтесь если противники близко то прекращайте стрелять чтобы они вас не видели потому что уверен после того как в рандоме будет много этих энкарджей такие будут ошибки у игроков но дело так не нужно корабль пронабить и вот именно урона потому что он хорошо по крейсерам линкор и линкором работает фугасы также злые в этом бою вы увидите как легко не поджигают корабль этот энкардж получить бесплатно не получится хоть он будет строиться в верфи который будет доступна всем но два этапа вам будет купить с голду это примерно три с чем-то тысячи но вообще кораблик интересный необычные если у вас есть голдишка то почему бы не потратить на два этапа обратите внимание выкатывается альбер мэри я вижу это у меня заряжены бэшки и смотрите по и хороший урон из него вылетит то есть они действительно злые бронебойные снаряды на энкарджи корабль такой вот интересный потому что на самом деле дым и плюс тяжелый калибр это как-то не свойственно немножко необычно вот нас есть лондон еще с дымами и калибром 203 миллиметра и это немножко не смотрится так как если бы это был легкий крейсер но с дымами была бы такая фугаса заливалка какой-нибудь смоленск или кутузов тяжелый калибр все-таки в смеси с дымами играется по-другому но из-за этого энкардж точно не будет имбой не будет токсичным крейсером потому что он не может заливать прям так безостановочно все-таки редкое время перезарядки скажется но корабль работает очень метко и все-таки пусть не нету дпм но зато уверенные увесистые мощные залпы за это к меня просвечивает я хочу подойти к горе и прогапить ее но она как-то вот убежала кстати гап работает на 5 километров в принципе я мог ее засветить но нет она уже дальше чем эта дистанция корабль кстати достаточно скилл зависимый потому что может легко пробиться с линкора если вы подставите борта вам придется работать именно с бортовой проекте чтобы стрелять из 12 орудий поэтому играйте максимально аккуратно не подставляйтесь это не балтимор который носом стоит здесь все-таки вы уязвимы поэтому нужно на нем аккуратно играть это действительно скилл зависимый крейсер как по мне урон кстати набивает он хорошо то есть даже с десятками я набивал 100 тысяч урона брал первое место и торпедами поражал некоторые корабли то есть сотку в прямым в прямых руках набить на этом корабле вполне себе реально и несложно я решил здесь не гнаться за альбермери зеткой потому что я бы тогда ушел в край карты мне это не нужно я хочу сместиться в центре подбивать еще урон обратите внимание альбермери опять выказывается у меня заряжены бэшки просто смотрите что я с ним сделаю сейчас снаряд снаряды летят максимально точно и все оп сразу стадель и фраг здесь на самом деле снаряды одинаково эффективны чтобы бэшки что фугасы просто все зависит от ситуации если вы хотите как-то с ваншотнуть кого-то то заряжайте бэшки ждите момент когда ставят борт и ими лупить а по линкору работайте фугасами отлично они поджигают пробуем дать в таллина залп но вот какие-то они заколдованы эти крейсера таллин наверное немецкие корни то есть это тот же самый почти хипер сказывается и стадель у них вытащить как-то не особо просто реально сколько я не лупил поэтому крейсеру почему-то не получается прям так ваншотнуть его и здесь засвечивается фк бавария почему бы нет накидаем немножко урона перезаряжаю себя на фугасы и кстати на инкаридж отлично зайдет уникальный американский кэп у которого есть улучшенный перк перезаряжания типов боеприпаса который дает 75 процентов к скорости то есть вы очень моментально сможете сменить тип боеприпаса поэтому рекомендую на этот крейсер его посадить и бавария фк нам везет и смотрите сейчас будем работать по ней фугасами как хорошо они на самом деле поджигают линкоры то что время перезарядки здесь небольшое на самом деле это балансная характеристика потому что если бы оно здесь было 10 секунд то конечно было бы достаточно имбово и корабль кстати похож на девятку америки по моему короче там тоже есть крейсер который 4 башни он на девятом уровне как-то примерно так же он играется то есть вот идет сначала балтимор где три башни потом где 4 и до моим где 3 и вот этот корабли кстати достаточно интересно на девятом уровне потому что он реально не похож на его предшественников все таки мы когда вас 4 башни то играем естественно от маневра и смотрите засвечивается таллин опять же он ошибается он не знает свою маскировку из дымов при стрельбе и его легко обнаруживает из минчик поэтому добиваем талина и здесь выходит за . жалко он не словил мой торп хотя мог и смотрите самое важное что еще хочу на этом корабле отметить вот как ошибся таллин он засветился из дымов вас 8 километров поэтому запомните и тоже не ошибайтесь как таллин на меня заходит авианосец 8 уровня у меня нет ни заградки ничего по вот здесь очень слабый я сбил ему всего лишь один самолет ну два то есть но это очень мало поэтому да этот американец не про кого придется с этим смириться зато у него есть приятные другие вещи как наличие дымов с крутыми торпедами поджигаем и баварию там тикает урон очень приятно и на самом деле у меня были другие бои прикольные на этом корабле я даже торпедами забирал линкор вражеский набивал я соточку но решил этот вот бой показать здесь как-то побольше меня выбитых цитадель и вы можете посмотреть насколько у него плохой пво как можно использовать дымы и как работают фугасы по линкорам шармфорст вылазит мы сейчас идем за островом он нас не видит можно пока без наказан кидать но к сожалению авиация конечно портит нам погоду и засвечивает нас первый зал поджог по шармфорсту второй зал поджог по шармфорсту то есть ну действительно фугас что-то очень хорошо наносит пожар им сейчас можно поставить дымы потому что мы начинаем выкатываться из-за острова и просто безнаказанно покидать шармфорсту почему бы нет тем более хп у меня немного он меня может уничтожить даже всего лишь 13 227 не осталось работаем пока по линкору германии и опять поджигаем его то есть он уже ревку потратил пробую зарядить бэшки потому что он идет бортом но на самом деле можно было дальше работать фугасами потому что германский линкор у него хорошая броня каземат и его так эффективно мы не будем разбирать как если подошел какой-нибудь монарх и все равно пытаемся его забрать нам нужен еще один фраг в копилку смотрите вылетает 5500 урон то есть нормальные такие цифры и шармфорст все равно продолжает гореть от наших подлогов сейчас пробуем его добрать и уходим из дымов здесь задержится нечего да мы кстати здесь важно ставить именно правильно потому что они работают долго но если вот вы как я сейчас заберете шармфорста то у вас смотрите будет долгая кд целых две минуты мне сейчас дымах стоять смысла нет и я ухожу хотя они бы мне пригодились чуть дальше поэтому я рекомендую поставить флажок и перк на перезарядку снаряжения поверьте дымы вам пригодятся зарядов здесь 3 хоть это и не супер много но вполне себе нормально потому что ну на бой вам этого хватит вижу линкор нагата хочу поработать по нему фугасами но мне нельзя пока светиться потому что там и ки и нагат они меня своим мощным калибром будут пробивать то есть 27 миллиметров не выдержит их пушки дым у меня в кд поэтому как бы все плохо и здесь на меня летит авик точнее он летит на фусо и самое печальное то что он меня сейчас засветит яд как бы шел бы и дальше в инвести до этих линкоров японии просто бы дождался дым поставил безнаказанно пострелял бы но из-за того что авик засвечивает меня мне уже приходится отворачивать и надеемся что просто нас не ваншотный стараюсь оттормознуть чтобы они промазали и авик почему-то решает меня скинуть они фусо бомбочки он понимает что мне какой-то очень ужасный по его и вау это инкаридж надо забрать упороться поэтому я получаю от него бомбы пока он улетает я еще не свечусь но опять до дымов целых 40 секунд предательски это много ничего не поделаешь без дымов я не могу работать потому что нагата и к2 меня заберут но другой линкор японии заходит за скалу в любом случае долетит авиация на мне бы сейчас подсветила и перед возможной гибелью инкариджа пробуем еще накидать урон по линкору нагата когда у меня мало хпс с отчаянным перезарядка уже примерно 12 секунд это всяко лучше чем 15 и действительно дпм на наш вырос все дымы у меня готовы но тут нагата делает предпоследний залп в меня будем надеяться что не попадет нет он попадает и ну не держит моя броня такой калибр к сожалению он не еще сносит хп делает задними башнями залп и тут просто надеемся что но нас не добьет пока что все равно предательски светит авиации вылазить и из-за острова дымы у меня перезаряжаются но это все это стопроцентная гибель этого крейсера вот таким вот получился бой 112 тысяч урона в копилке 5 стаделей ну конечно не топовые показатели но довольно таки неплохо поэтому корабль как по мне не кактус действительно вам его рекомендую взять грядущем обновлении скажем так сладкая халява ну почти халява и уверена нам многим понравится все-таки геймплей не повторяет другие крейсера сша и ради разнообразия уже можно рассмотреть этот кораблик если тебе бро это видео было интересно пожалуйста поставь лайк подпишись на канал для меня это будет лучшая поддержка давай добьем вместе с тобой 500 подписчиков и только будет хорошо до для моего канала будем вместе развиваться заглядывай почаще бро я тебе желаю всего хорошего крутых боев пока пока